Всем большой привет, ребята! С вами Раиль, и у нас сегодня в гостях Ильнар Шайдульин, звуко-режиссер из Казани. Сегодня поговорим на очень-очень интересную тему под названием ТОП-5 программ для создания музыки на компьютере. Приступим? Спасибо, Раиль. Наверное, самая популярная в России у нас программа по созданию музыки, это Cubase, или его собрат, близнец, это Noenda, но отличается по цене немного. На втором месте Logic, это программа под платформу Mac, но раньше она существовала также под PC, но в 2005 году еще была. Также крепко на своей позиции держится Ableton Live, программа для создания электронной музыки, и не только. Существует также как под Mac, так и под PC. Работает очень стабильно, следует заметить. Дальше. У нас имеется такая программа, как Studio One, от компании Presonus, тоже набирает обороты. Также существует под Mac, под PC. Ну и Fortilups. Программа, наверное, очень такая популярная среди тех, кто только начинает делать музыку, только-только первые шаги. Существует она под PC, но есть неофициальная версия для Macintosh, но это неофициальная версия, поэтому ее работа оставляет желательным шагом, конечно же. Ну я сам, конечно, о первой и последней, конечно, слышал, самую популярную программу, но, так понимаю, вот Logic на Mac только идет, да? Да, он есть только на Mac, потому что он изготавливается программой Apple, пишет только под своей платформой. Ну, она, наверное, на уровне с Cubase. Даже чуть-чуть получше, наверное. Ну, кто-то говорит, что она лучше. Ну, по-моему, это очень похоже по своему уровню программу. Ну, какое предпочтение? Я бы рекомендовал нашим подписчикам все-таки использовать Cubase. То есть, она есть как под Mac и под PC. Очень удобная программа, ее многие любят. Единственный, наверное, минус у нее, то, что в своем арсенале она имеет очень мало звуков и плагинов. Ну вот, поэтому хотел задать вопрос. Многие говорят, Cubase лучше всего использовать для записи инструментов, а Full Studio для создания электронной музыки. Cubase подходит как для записи аудио, то есть, инструментов, так и для создания MIDI-партий, то есть, создания какой-то музыки на компьютере. Так скажем. Она очень универсальная программа, очень удобная. Ну, скорее всего, там... Да, очень удобно для записи инструментов внешних, гитар. Да, для любых, любого плана инструментов. Просто не часто встречал людей, которые что-то электронное сочиняют в Cubase. Нет, почему есть. Ну, допустим, такой знаменитый коллектив, как Showtech, работающий в стиле хардстайл, они электронную музыку делают. Допустим, Tiesto тоже там, вот он в Cubase. Да, очень многие в Cubase работают. Ну, а вот противоположные... Криджмэйнез тоже в Cubase работает. Много-много. А вот, говоря о Fail Studio, наоборот, там чаще встречал, как создают музыку, ну, там дорожки вставляют, инструментов, но не встречал ни разу, чтобы на Fail Studio что-то записали. Да, всё верно. Fail Studio, конечно, в этом проигрывает. По части работы с аудио там, ну, очень-очень, конечно, тяжело с этим. Очень ограниченные функции работы с аудио. То есть, там можно только делать MIDI, какую-то аранжировку, с аудио работать, это очень, конечно. Гитары записать тоже сложно. Очень сложновато. Там есть какие-то отдельные свои плагины, но это очень тяжело. Ну, и последний на сегодня вопрос. В какой программе легче всего освоиться новичку? Ну, удобные кнопочки, там, переходы, всё понятно. Многие, кто садится сразу на Bluton Live, привыкают к данной программе. На первый взгляд, она примитивная, наверное, своим каким-то интерфейсом, то есть, не пугает расширенными настройками, кучей инструментов. Но я бы рекомендовал использовать, конечно, Cubase для тех, кто начинает. Она, программа, очень универсальная, как для работы с аудио, так и для работы с MIDI. Существует как под Mac, так и под PC. Рядом с ней всегда шагала программа Logic, которая есть на данный момент только под Mac. Имеет тот же практически функционал, очень похожий интерфейс. Поэтому данные две программы всегда стоят на верхушке, наверное. Программы по созданию музыки, они очень универсальны, то есть, как для эстрадных аранжировок, как для рок-музыки, рэпа, в общем, всего остального. Всё понятно? Большое спасибо. Вам спасибо. Сегодня у нас в гостях был Ильнар Шайдулин, профессионал по сфере звукозаписи. Внизу в описании под видео оставлю ссылочку на его канал, подписывайтесь обязательно. Он открыл его недавно, так что там не особо много видосов. Но в скором времени будет очень-очень много видосов, и он это обещал. Вот кнопочка на его канал, подписывайтесь. А вот кнопочка на мой канал, на мой музыкальный блог, где вы сможете найти уроки по гитаре и много-много интересного. Не забывайте ставить лайки и оставляйте комментарии. До скорых встреч. Пока! Пока, друзья! Просто улыбнись и забудь о словах, слышишь? Сияет всё вокруг, когда твоя улыбка дышит. И мне не нужен никто, кроме тебя одной. Когда я счастлив, я такой смешной. Ой, ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-лай